Они присягнули на верность своему отечеству и сделали свой выбор. Обеспечивать правопорядок и безопасность своей страны. А еще сливать секретную информацию любому, кто за нее хорошо заплатит. Именно за таким делом в РФ недавно и были пойманы московские полицейские. Столичные блюстители порядка, по данным ФСБ и МВД, активно продавали в Даркнете информацию о конкретных людях, высоких должностных лицах, военных, политиках и так далее. По сути, торговали компроматом, который, к слову, брали из засекреченных баз данных того же МВД. По версии следствия, неизвестные могли получить чужие пароли для входа в информационные системы, откуда скачивались нужные им данные. Предполагается, что среди заказчиков были граждане Украины. Идет записка управления внутренних дел по центральному админокругу Москвы и в районных отделах внутренних дел в центре Москвы. И это несколько дней проводят сотрудники ФСБ. Военные эксперты не исключают, что украинская сторона действительно могла пользоваться услугами московских оборотней в погонах. Столичная полиция, скорее всего, осознанно поставляла ВСУ информацию о военных преступниках и коллаборантах на территории России. А украинские спецслужбы сами ищут, разыскивают людей, которых подозревают в причастности к совершению военных преступлений, преступлений против гражданских наших во время оккупации, против наших военных, против наших правоохранителей. Ищут наших коллаборантов, которые скрываются в Российской Федерации. Удивительно, но слив подобных данных Украине заботит российская ФСБ и МВД куда меньше, чем спрос на подобные данные со стороны самих граждан Российской Федерации. Основными покупателями закрытой от общественности информации являются сами россияне, а точнее журналисты, расследователи и разного рода активисты. Таким образом, они получают возможность узнать, с кем и как проводят досуг российские бизнесмены и олигархи. Куда летают жены кремлевских чиновников и могут отследить перемещение практически любого россиянина. Как бы сильно он не скрывался. Там можно уже искать человека, который тебе нужен по разным критериям, по разным параметрам. И что самое интересное, есть там база по покупке билетов. ЖД-билеты, авиабилеты, то есть все виды транспорта. И используя эти базы данных, можно, во-первых, отследить человека, где, когда он покупал билеты на тот или иной вид транспорта. Можно вычислить, не вычислить, а узнать конкретное место в самолете, в поезде, куда сел этот человек. Можно узнать попутчиков этого человека в конкретном рейсе. Получение подобной информации на конкретного человека занимало у московских полицейских несколько секунд. А вот стоимость таких услуг в Даркнете несоизмерима с количеством потраченного времени. Вот эти вот данные, чтобы их получить, на человека стоят порядка 130 долларов. Ну, не так уж и много. 130 долларов, и у тебя вперед, у тебя все данные уже едят по человеку. Понятно, что когда на потоке у полицейских они зарабатывают бешеные деньги. Представьте себе, ты пробиваешь 10 человек в день, у тебя 1000 долларов. Ты пробиваешь 100 человек в день, ну, соответственно, у тебя просто невероятные суммы. Такие колоссальные доходы и толкают полицейских за поребриком на слив секретной информации. Не пугают коррупционеров ни угрозы увольнения, ни внушительные тюремные сроки. К примеру, те же самые московские полицейские попадаются на торговле документами под грифом «секретно» не впервые. Менее года назад, в июле 2022-го, за продажу содержащих государственную тайну сведений, ФСБ уже наведывалось к московским полицейским. Тогда на скамью подсудимых попало аж пятеро сотрудников УВД по северо-западному округу. Но крась данные после инцидента никто не прекратил. С помощью официальных запросов и благодаря доступу к базам подозреваемые выяснили интересовавшую заказчиков информацию о российских гражданах и передавали заказчикам. Среди их клиентов был арестованный за шпионаж Демури Воронин. Несмотря на показательные маски-шоу, российские журналисты-расследователи и дальше будут получать нужные им данные. Но уже от тех силовиков, которые и провели операцию по якобы пресечению утечки информации. Ведь на самом деле речь идет о переделе рынка теневых информационных услуг.